Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами опытом использования продукта Тинькофф Инвестиции. Пользуюсь им уже порядка полугода. И хотел бы рассказать о его плюсах и минусах в формате как есть, как я снимаю свои инвестиционные портфели. Также вы можете наблюдать за фактической работой в программе Тинькофф Инвестиции, в приложении и в веб-версии. И кратенько для тех, кто еще планирует присоединяться к инвестированию, выбирает брокера, эта информация будет полезна. Также постараюсь ее раскрыть в формате абсолютной прозрачности, со всеми плюсами, минусами, недостатками и позитивными моментами. Большой плюс в Тинькофф Инвестициях, что все очень просто сделано для людей, как и все продукты Тинькоффа, это, конечно, подкупает и это мне нравится. Два основных тарифа действуют в данном приложении. Давайте посмотрим. Вот тарифы. У меня сейчас на брокерском счете тариф Трейдер. Тариф Трейдер – это 590 рублей в месяц и 0,03% от сделок. Тариф Трейдер оплачивается в случае наличия сделок. То есть вот у меня расчетный период стоит с 0,1, 12, 18. В марте я не пользуюсь, не покупаю ничего. Получаю дивиденды, это не считается операцией. То есть я ничего не продаю, не покупаю. У меня обслуживание 0 рублей полностью. То есть никаких плат за терминал, за депозитарий, там какие-то комиссии, абонентская плата. Обязательно этого всего нет. Если совершаются сделки по тарифу Трейдер, повторюсь, это 590 рублей в месяц и 0,03% от сделок. То есть в марте я не планирую ничего совершать, поэтому у меня будет абсолютно бесплатное обслуживание. По ИИС Тариф Инвестор, поскольку я только планирую реинвестировать дивиденды, это буду делать где-то раз в три месяца. На тариф Инвестор плата при наличии сделок составляет 99 рублей и 0,3%. Вот можно открыть здесь все наглядно. 0,3% за сделку и 99 рублей в месяц при наличии сделок. Также по ИИС я никаких сделок не совершаю. Уже какой-то определенный период, наверное, месяц, может быть, полтора месяца. Соответственно, я ничего не плачу. То есть абсолютно 0 рублей, ничего не надо оплачивать. Меня это, в принципе, устраивает и мне это нравится. Хотя у этого момента есть определенный минус. Такой, что, например, вчера просел банковский сектор. У меня есть компания K-Corp. Я бы ее с удовольствием докупил, но не хочу платить абонентскую плату. Хочу сделать это в следующем периоде. Ну, рассчитываю на то, что, возможно, еще банковский сектор просядет и я смогу докупить ее еще дешевле. Но это тоже как и положительный момент в том плане, что K-Corp, когда был минус 6%, я его собирался докупить. Но меня остановил тот факт, что нужно будет заплатить абонентскую плату. Вот я дождался сейчас уже минус 15%. Вот и хорошо, что я не усреднился на 6%. Так что бывают и положительные моменты в этом отношении. Но знаете, что если сделки есть, абонентская плата платится. Если сделок нет, тогда обслуживание 0 рублей. Получение дивидендов не считается сделкой. То есть это не оплачивается отдельно. Тарифы простые и прозрачные. Вот всего два параметра. Больше по факту ничего нет. Также хочу сказать, что довольно просто вводить-выводить средства. Перейдем на вкладку. Нажимаем эту кнопочку. Можно пополнить и вывести и закрыть. То есть все делается в один клик. Нажать пополнить. Он предложит вашу карту. И просто нужно будет ввести сумму и нажать отправить. Деньги мгновенно поступят. Также и с выводом. Нажимаем вывод. Сколько средств отправить. Мгновенно деньги поступили на вашу карту. То есть никаких заявлений писать. Платежных поручений заполнять. Ходить в банк. Ничего не требуется. Для меня это большой плюс. Потому что я свое время ценю. И это довольно важный момент. Также положительным моментом является то, что карта Тинькофф Блэк, она мультивалютная, как в долларах, так и в рублях, в евро. Можно любые средства на нее перевести. То есть, например, если у меня деньги в долларах, тогда, соответственно, я могу просто эти доллары вывести себе на карту. И с этой карты в банкомате Тинькова снять прям долларами. Или прям евро, например. Можно наличные получить. Также можно пополнить брокерский счет, банковский счет долларами, евро или рублями. В банкомате Тинькова приходите, вставляете валюту. Она тут же зачисляется на ваш счет. И никаких комиссий, никаких вопросов не возникает. Также, что еще хочу рассказать. Много читаю комментариев по другим брокерам. Я и по сей день выбираю для себя альтернативные варианты. Возможно, если найдется что-то более интересное, я уйду к другому брокеру. Многие пишут, что Тиньков инвестиции, в них неудобно торговать. Там платформы нет, стопов нет. Но хочу, так сказать, его немножко защитить, поскольку Тиньков инвестиции себя никогда не позиционировали и не позиционируют как торговая площадка. Тиньков инвестиции, они так и называются, это инвестиции. То есть, нужно купить акции и какое-то время они хранятся, приносят доход и дивиденды и все прочее. То есть, это не торговая площадка, это не биржа, где стоп-лоссы, где трейдеры. Это совершенно другой инструмент. То есть, нужно его использовать по назначению. Ну, видимо, Тиньков читает комментарии и появились заявки на покупку, на продажу. Сейчас я, наверное, вам не смогу продемонстрировать. Да, тут сейчас биржа неактивна. Вообще, можно заявку на покупку выставить от определенной суммы. То есть, например, я захочу купить за 40 долларов ровно. Сейчас 40.67 торгуется. То есть, как только цена уйдет к 40 долларам, моя заявка будет исполнена и я приобрету нужное количество акций. Также и с продажей можно выставить заявку на продажу, например, за 42 доллара. И приложение дождется, пока на бирже сложатся те обстоятельства при 42 долларах и произойдет продажа по 42 доллара. Это они дополнили, я думаю, что в разрезе трейдерства. И еще одна новость. Я уже думаю, многие знают, кто пользуется Тинькофф инвестициями, что ввели торговый терминал. Уже в веб-версии я его посмотрел. Уже можно им пользоваться. Вот программу, я так понял, на телефоне нужно обновить, чтобы иметь доступ к торговому терминалу. Он мне особенно не нужен, поэтому я пока не обновлял свое приложение, но Тинькофф это позволяет сделать. Также, что еще сказать хочу из удобных моментов. Заполнение формы W8BEN. Это форма нерезидента США, если вы занимаетесь или планируете заниматься бумагами иностранными и не платить 30% налог, заполняется форма W8BEN, и вы регистрируетесь как нерезидент и платите 13% вместо 30%. Значит, Тинькофф это позволяет делать автоматически. Форма уже заполнена, нужно ее просто скачать, подписать и отправить обратно. То есть она регистрацию пройдет через Тинькофф и не нужно будет платить 30%. Это удобно, поскольку, я так понимаю, что не все брокеры предоставляют такую услугу и нужно заниматься регистрацией себя, как нерезидента в США самостоятельно или платить 30% от сделок из дивидендов, из сделок по бумагам. Также можете скачивать выписки, документацию. Так, секундочку, я посмотрю, где это делается. Вот отчеты. Обычно пользуюсь веб-версией. Можем зайти. Налоговый отчет можно скачать. Брокерский отчет. Все в реальном времени, за любой месяц и прошлых периодов, и текущих периодов, нажимаете скачать. Все в достаточно удобной форме экселевской, по регламентным формам все представлено. Это тоже, я считаю, достаточный плюс. Не надо ходить в банк, запрашивать выписки, там в очередях стоять, все прочее. По налогам. Многие брокеры в России являются налоговыми агентами. Вот Тинькофф не исключение. И они самостоятельно удерживают налоги со всех сделок и дивидендов по Роскомпаниям. То есть, торгуя Роскомпаниями, получая дивиденды, вы самостоятельно не оплачиваете налоги. Это все делает Тинькофф. Если мы берем куплю-продажу иностранных бумаг, то тоже отчитываться не нужно. У вас Тинькофф удержит. Единственный момент, по которому нужно предоставлять, отчетность – это дивиденды иностранных компаний. То есть, 10% удержит вас США автоматически, а 3% нужно заплатить самостоятельно. Для этого предоставляется форма 3НДФЛ. Там указываются поступления, которые были. Ну и, соответственно, выплачивается 3%. Это нужно делать в следующем периоде за отчетным. То есть, я по 2019 году это буду делать в 2020 году. Ну и вот и по ИИ, соответственно, подам заявку на возврат НДФЛ в размере 52 тысячи рублей. Мне государство вернет. Вот эти вот 10% США и 3% в России, откуда это берется, многие тоже вопросы задают. Я специальную выписочку подготовил, что есть договор между РФ и США от 17.06.1992 года об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. В общем, чтобы два раза с вас не брали налог, скажем, 30% и в России еще 13%, есть договоры между странами, по которым они регламентируют необходимость уплаты налога и его размер. Вот, то есть в этом отношении все достаточно понятно. По инструментам, что я хочу рассказать, инструменты акции, ETF, валюты, облигации и SG. И SG это со страхованием, они сейчас исчезли. Я так думаю, потому что никто ими не пользуется. Читал про них отзывы, интересовался, они малоэффективны. Я бы тоже не рекомендовал ими пользоваться. Раньше были две двойные именования, и сейчас они исчезли. Я думаю, совсем эта вкладочка пропадет со временем. По акциям. Акции представлены иностранные. Часть, небольшое количество с лондонской биржи, много американских компаний и полностью Мосбиржа. То есть количество акций довольно-таки большое, но не такое большое, как, скажем, у иностранных брокеров. Но в целом достаточно, перечень расширяется. Есть информация, что Санкт-Петербургская биржа сильно расширит свой инструментарий. И, соответственно, в Тинькове еще больше расширится. Также перечень инструментов. ETF-ы. Тоже в таком формате представлены. По странам в основном. И есть вот отрасли, например, IT-сектор. Казахстан недавно появился. Акции казахстанских компаний. Вот золото. Кому интересно. ETF-ы. Валюты. Приобретение валют. Это доллар, евро и рубль, соответственно. Также приобретаются по биржевому курсу. По облигациям. Хотелось бы больше видеть еврооблигаций. То есть если мы берем ОФЗ, их достаточно много. Тут можно смотреть это конкретно по России официально облигации федерального займа. Корпоративные облигации. Тут тоже их по России достаточно много выбирать. Разные компании. Разные сроки погашения. Разные проценты. В рублях. Как вы знаете, я не люблю вложения в рублях. Я предпочитаю больше долларовые вложения. Вот по долларам здесь не очень большой выбор. Но тем не менее можно что-то для себя выбрать. Вот такие вот инструменты. И в принципе по инструментам, я думаю, понятно. Также есть идеи. Это для тех, кто интересуется мнением аналитиков. Тут разные инвестидеи представлены. Сколько можно заработать. Потенциальная доходность по сделкам. Но на это не стоит полагаться. Как я говорил, эксперты очень часто ошибаются. Поэтому нужно подходить к этим инструментам с осторожностью. И все-таки анализировать самому. Или, скажем так, консультироваться с проверенными людьми. Прогнозы. В принципе, так же как инвестидеи. Сколько. Какая компания может потенциально принести вам доходы. В какой период. Разные организации перечислены. Как Россия, так и не Россия. Можно на это тоже полагаться. И рекомендации. Вот покупать, держать. И все прочее. Тоже довольно интересно. Но в основном этим пользуются те, кто пришел в инвестиции недавно. И новости. Новостная лента по тем компаниям, которые вы просматривали. Которые у вас в портфеле находятся. Представленные. Вы можете по новостному фону сделать определенные выводы. О перспективах компании. То есть приложение это собрано. Ну и так же на сайте это все можно посмотреть. Есть чат со службой поддержки. Я тут активно переписываюсь. И расскажу вам на какой счет я еще переписываюсь. Так. Про выписки я рассказал. Про налогового агента рассказал. И вот есть популярный вопрос. Очень часто мне его задают. В Тинькове есть возможность открыть АИС. Как вы видите у меня АИС открыт. Здесь вы видите американские бумаги. Американские, Китай. И ВИОН, если не ошибаюсь, это то ли Кипр, то ли Амстердам. Что-то в этом роде. Не помню точно. То есть иностранные активы. Многие брокеры не позволяют открывать АИС с иностранными бумагами. То есть я вам специально привел выписочку. Я ее периодически в комментарии отправляю. Что есть возможность открывания, открытия АИС. АИС и покупку на АИС иностранных активов. Есть такой федеральный закон от 22.04.1996 года. Номер у него 39ФЗ. Он был отредактирован в конце 2018 года. То есть 27.12.2018 года. Он был изменен. Называется «О рынке ценных бумаг». Так вот, что говорит в пользу возможности покупки иностранных активов на АИС. То есть там пункт 9. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли. То есть брокер у нас российский. Он предоставляет доступ к Санкт-Петербургской бирже, которая является российской. И этот российский организатор торгов, он предоставляет доступ к иностранным активам. То есть абсолютно законно, в соответствии с законом номер 39ФЗ, вы имеете право на АИС приобрести акции иностранных компаний и также, как и с рублевых активов, получить налоговый вычет. Поскольку при подаче заявления на налоговый вычет вы предоставляете платежное поручение о внесении денежных средств на АИС в рублях. То есть вы в долларах не можете внести, вы можете внести средства в рублях и уже после внесения купить доллары и купить иностранные активы абсолютно законно и правомерно. Так что я думаю с ИИСом понятно, что я вам и рекомендую сделать, это приобретать скорее иностранные активы ввиду систематического падения рубля. Вот что мне не хватает в Тинькофф инвестициях. Вот, например, месяц я не совершаю сделок, приходят дивиденды, все понятно бесплатно, но хочется усредниться. Например, условно говоря, Крафт Хайнс я хочу усреднить, а у меня расчетный период 0,1, первое число каждого месяца. Если я сейчас его усредню, мне придется заплатить абонентскую плату и следующий расчетный период уже будет с первого числа. То есть с первого числа, если я хочу совершить сделку, мне придется еще раз вносить абонентскую плату. То есть идет такой период месячный. Вот это, конечно, минус. Но с другой стороны я понимаю, что, наверное, это логично. Также по российским брокерам, что хочу сказать. Вот большой минус для меня – это отсутствие страхования. И у Тинькова, и у других брокеров нет страхования счетов. Зарубежные брокеры все застрахованы. То есть будь то европейские брокеры или американские брокеры, у всех есть страховка. Я разбирался, почему так происходит. И нашел следы в 2017 году, что еще в 2017 году, начиная с 2015 года, Госдума наша рассматривала законопроекты, значит, про страхование брокерских счетов, про страхование ИИСов. И потом это все куда-то просто затихло, заглохло, как у нас всегда бывает. Все инициативные нормальные идеи, они где-то остаются. И кануло в небытие, в общем, это все. Он интересовался также в страховой компании, звонил в Альфа-страхование, в РЕСа, предоставляют ли они услуги страхования брокерских счетов. Они проверяли, нет, такой возможности нет, потому что нашим законам не предусмотрено такое страхование. Это, конечно, минус к российским брокерам. Безусловно, хочется быть уверенным на 100%, что еще и застраховано это поверху. Но вот Россия развивающаяся страна, то есть в развитых странах это давно есть, у нас это все еще предстоит пройти со временем. Если вы хотите обратиться к иностранному брокеру, вот популярный брокер Interactive Brokers, там больше инструментов существенно, там есть страхование, но есть такие же плюсы, есть минусы. Он, следуя моей стратегии, получается существенно дороже. И не все так, скажем, гладко. По страховке я разбирался и видел видео, снимал Александр Князев. Я думаю, многие на него подписаны. Он активный пользователь Interactive Brokers. В общем, он рассказывал, как быть со страховкой. Со страховкой тоже не все так просто. Это не то, что ваш, скажем, американский брокер обанкротился, и вам перечислили деньги на счет. Нужно в случае банкротства брокера доказывать, что вы владели активами. То есть предоставлять справки, скриншоты, выписки, всю возможную информацию собрать, что действительно у вас были такие-то и такие-то компании. Столько-то акций было на тот момент, когда произошло банкротство брокера. И в случае, если вы убедите страховую в том, что вы действительно владели этими бумагами, в принципе, я думаю, что скриншоты не подойдут, поскольку их можно легко подделать. Нужно какие-то брать справки, выписки, а это тяжеловато, поскольку брокер-то американский, это все бумаги американские, это где-то надо брать там. Ну, я точно не знаю процедуру, но факт такой, что нужно убедить страховую, что вы являетесь собственником определенных активов в таком-то количестве, и в этом случае вы сможете получить компенсацию по утерянным активам. То есть тоже не так все гладко, прям как хотелось бы. Ну, тем не менее, хотя бы такая страховка. У наших брокеров вообще никакой страховки нет. И в случае банкротства можно... Ну, есть процедура. Если брокер обанкротился, вы обращаетесь в депозитарий, в депозитарии вычислитесь собственником, и, значит, обращаетесь к другому брокеру, переводите свои активы туда. Это такой средний вариант. Но если брокер обанкротится полностью, и в том числе окажется мошенником, он продаст все ваши активы, и вы тогда не получите ничего. Но это самый негативный вариант. Я надеюсь, такого у нас уже более-менее современное время не произойдет. Это не 90-е годы. Сейчас банки очень активно проверяются. Я думаю, что этого не должно произойти. Случай этот маловероятен. Из других брокеров, помимо Тинькова, рекомендую рассмотреть кита, кит и открытие. То есть в них вам будет подешевле. Комиссии у них поменьше, чем у Тинькова. Но есть ряд плюсов, есть ряд минусов. Там менее удобные, скажем так, условия. Не так просто пополнять, не так просто выводить, например, в каких-то случаях. И интерфейс, скажем, менее удобный. Я все-таки при рассмотрении этих брокеров остановился на Тинькове, решил никуда не переходить. Мне все-таки важнее вот эта легкость подхода, когда я могу пополнить, вывести или какие-то изменения внести гораздо проще, чем у кого-то другого. Ну и готов за это, соответственно, там 100-200 рублей в месяц переплатить в случае необходимости за удобство. Ну, каждому свое. Можете обратить внимание на других игроков, кто же у них достойные условия. и сделать тот или иной выбор. В принципе, кто смотрит мои видео, он знает, как это все дело обстоит, как эта кухня работает, какие тут графики, какие тут вкладки. Можете сами посмотреть. Дивиденды, события, прописывается сколько чего. Ну, в общем, достаточно удобно. Так же, как всегда, оставляю ссылку. Если решите обратиться к Тинькофф Инвестициям, переходите по ссылке для друга. Сейчас Тинькофф улучшил условия привлечения друзей. Раньше начисляли 500 рублей и мне, и другу. Теперь начисляется 1000 рублей и мне, и другу. И другу требуется купить акции всего на 1000 рублей. Раньше был минимальный порог от 10 000 рублей. То есть, проходите по ссылке, покупаете акции на 1000 рублей и мне, и вам приходит еще 1000 рублей бонусом. То есть, вы удвоите свои вложения. Вот такая вот сносочка. Никого не склоняю к Тинькофф Инвестициям. Выбирайте того брокера, который будет вам наиболее комфортен, наиболее интересен. Они есть, у нас выбор большой. Я остановился на Тинькоффе. Ваш брокер, как говорится, ваш выбор. Ну, пожалуй, на этом все. Такой вот довольно длительный обзорчик получился. Всего доброго. Удачи в инвестициях.